Точно держал мышку другую и клавиатуру. Так вот, мы отправляемся на вторую карту. У нас тут уже заруба лютая. Боже, откуда оно взялось? Юги даблкил. Юги! Пистолетов погибает. Юги все-таки умирает, да. Так, Эйзи. Не получается, ничего страшного. Получается в итоге, но погибает от Истага. Бомба поставлена командой Норс. Догие друзья, 2 на 2 ситуации. МСЛ-кайджунбей против Истага и Ника работают. Пытаются подскрыть немножко команду героик. Ребята из команды Норс. И может быть местами не получится и не получается. Действительно, МСЛ вскрывает лицо Ника. Остается Истаг, Истаг. Давай, дорогой друг. Прям вот один в два такой берешь. И, короче, две башки. Ну-ка, первая. Ну, первая. Ну, вот, ну, первая. Но не первая, и не вторая, и не третья, и не 25-ая. 1-0 в пользу команды Норс. Я говорил, что у героя хорошие пистолеты, но не сегодня. Даже самые лучшие из них все равно не справляются. Несмотря на то, что Юги, например, оформил даблкил в самом начале раунда с шарта. Все равно атака от Норс оказалась намного сильнее в этот момент. Просто шикарное совершенно исполнение. Дальше Эйзи пришел, прикрыл сначала джангл, потом убил еще игрока на апдауне. Хотя Снэйпи здесь просто обязан был переигрывать Эйзи для того, чтобы уже играть этот раунд. Истаг, в конце концов, разменялся оппонента, но на исход раунда это не повлияло. Херойки форсбайт, ясное дело, там СЗ-шки, вторая армора и все остальное. Один смок от Истага. Ну, а Норсы с 5-UMP стайлом. Я помню, и Морталстаг любили играть. И СК тоже, кстати, играли также на Коблс-Томне. Ну, Фармилова, ну давайте, аплент, банки полетели, а Фармилова от конфига начинается. Будет ли продолжение? Ну, не совсем. Снэпи, даблкилл, Кэйджон Би разменивает Снэпи в то же самое время. Эйзи, так, хорошо. Здесь и коннектор закрыт, и как бы джангл закрыт, и дельпан закрыт. И головы. 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 Головы, действительно, и головы тоже закрыты. Так вот, Истаг. До свидания, Истаг от конфига. Ника, правда, говорит, до свидания, конфиг. От Ника. Юги, Ника остается против Эйзи, Кэйджон Би. Ситуация опять 2 на 2. Ну, это, конечно, вариант о том, что какой-то ретейк произойдет. Не то чтобы отсутствует, но без диффуз китов будет достаточно сложно. Юги с деглом. О, какой хедшот шикарный. Надо идти, надо идти диффузить бомбу в этот смог. Эйзи справляется с Никой. Ника проваливается в этой ситуации. Юги понимает, что это все-таки не раунд для него. И с ножа пытается Эйзи тут зарубить хоть кого-нибудь. Неужели он продолжит с ножом бегать? Да. Но, на самом деле, это не повлияет на исход раунда. Юги засейвит ЮМП с дезерты глом. Это позитив. 16 хп остается опасно. Опасно. Второй радиус взрыва бомбы попадает. Но с учетом того, что убегает из первого, все получилось здесь. В данном случае. Снэппи. Вот тот самый даблкил. Бам! Бам! Красота-то неописуемая какая. Ну что? 2-0. Пользуюсь командой Норс. И, ну, надо херойкам цепляться. Ну, понятно, что не в этом раунде, судя по всему. Потому что, вероятно, и 3-0 для команды Норс. Что? Давай поверим. Давай поверим? Давай поверим. Зачем? Вопрос в другом, да? То есть, поможет ли им наша вера? Я, честно говоря, не верю в то, что им поможет наша вера. То есть, такой момент. Хотя, ну, на девайсном, да, может быть, все-таки получится. Потому что все-таки КТ-сайт может быть попроще. Норс, в свою очередь, прекрасно понимает, что делать на этом мираже. Одна из лучших команд на данной карте. Ну и Снэпи на андерпассе против Валды. Таки добавится флешка от него. Или это хаешка, хаешечка. И вот она. Лайест от Валды. Хороший фарм при помощи МАК-10. Кстати, Virtus.pro у него наклеечка на МАКе. Может быть, подарок чей-то. Может быть, даже подарок Виктора Войтеса, например, чтобы он не забывал. Нюки попытался здесь от Иглом, здесь смог понастрировать по позиции коннектора. Не особо получилось. Истаг находится в позиции окна. Окно смакировано. Тяжело Истагу здесь работать. Тяжело вообще понять, что вообще где происходит. Поэтому приходится работать на, соответственно, звук. Но дело в том, что конфиг начинает подвскрывать коннектор. Но в итоге Истаг вскрывает. Конфиг как Иджун Би отвечает моментально на Истаг в то же самое время. Встагивается на апдауне ребята. Модит неплохо. По Иджун Би проходится. И вообще-то в меньшинстве ребята из команды Норс. О, еще и бомбу теряет. Остается Эйзи вне позиции, вне бомбы, по крайней мере. Ладно, твоя вера помогает, я понял. Хорошо. Я успокоился по этому поводу. Потому что... Иммагинейшн... 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 Эйзи. Эйзи. Или Эйзи для него, не знаю. Заход дальше. Скрипит чье-то... Чье-то кресло. Эйзи. Дальше. Под ним находится Моди, я так понимаю, да? С Калашом. Да, именно так. И это минус Моди. Теперь уже бомба под контролем у Эйзи. Не очень понятно, почему Херойки просто не решили застакаться у этой бомбы. Для того, чтобы не дать вообще никаких возможностей Эйзи законтролить ее. Десять секунд остается. Надо бежать. Нет, все. Он понял, что не хватит времени. Он понял, что надо это отпустить. Знаете, если любишь, отпусти. Если хочешь засейвить, остановись. Если хочешь забыть этот раунд, забудь. 2-1 в пользу Хероик. И Эйзи не умирает. Пять хп. Пять хп. Убивает еще Ника, конечно, очень. Такая очень строгая ситуация здесь была. Если бы буквально маленькая ошибочка, то все бы закончилось крайне-крайне быстро. Смотрим повтор, как Моди здесь делает киллы. Опять же, на зигзаге. И ребята из Команды Рост теряют бомбу. А там уже у Эйзи, в принципе, шансов не было. Да, если бы он был каким-нибудь фолловером, то бы он бы каким-то образом позабрал. Там, может быть, куда-нибудь побежал. Или хотя бы имел ее на руках тогда. Может быть, да, какие-то варианты где-то были. Он подвскрыл бы один из пунктов, но нет. В итоге, для Хероик 4 АМК и АВП от Юги, который уже работает, потому что на довольно ранних таймингах он убивает МСЛ. Дисертыкл, две сисишки, опять же, коллаж у команды Норс. И Ника находится на апдауне на данный момент. Снэпи закрывает аплент. У Ника неплохая позиция. Он может все-таки интересно сыграть, но дело в том, что Эйзи вроде как находится на миду. И можно попробовать пойти под Б, а можно, в принципе, попробовать пойти под Дасу, в счетом того, что находится там Кейджун-Би около ковров. И Эйзи вскрывает лицо Ника. Кейджун-Би выдвигается с Пелоса. Должен двигаться вместе с своими тиммейтами с коннектора, которые должны зажимать аплент со всех сторон. Или нет? Или это Б? Да, это Б, оставит одного на Пелосе для того, чтобы отвлекать внимание. И Истаг выигрывает перестрелки против Эйзи. У самого Истага остается 18 хп. Кейджун-Би, где стрельба, бро. Это было, конечно, с его стороны достаточно слабо, потому что Снэпи даже не догадался, что находится под прицелом своего оппонента. Конфиг вместе с Валди. Бра ходит до Маркеттан. На Маркеттисе Швет. И этот Швет убивает своих оппонентов. Валди остается один. Ему будет очень-очень сложно что-либо здесь поделать. Хотя, честно говоря, Истаг очень-очень красный. Но Валдиничек это выходит с бомбы. Истаг все-таки дает ему второй шанс. Но этим вторым шансом Валди не воспользовался. Да, Истаг все-таки убивает Вальдемара. Ну что, пока что Мираж представляет собой интересный, довольно интересный Мираж. По крайней мере, неплохая первая половина. Дорогие друзья, на данный момент мы, пожалуй, с Дмитрием даже с самого начала карты ожидали что-то более однокалиточное с учетом, опять же, тенденций на Доверпассе, на чужом пике для команды Норс. Пистолеты. Почти что полностью дефолтную команду Норс. Но вот P250 от Вальдемарда залетает. Не хочет с колоком бегать, хочет P250 себе. Окей, почему бы и нет его выбор. Под B-Plant позондирует почву ребята из команды Норс. Сейчас довольно активно. Кстати говоря, замечу. Может быть, даже и лицо Истаг ускроет. Истаг пытается на Форесте немножко задержаться, подопереться. Конфига убивает. В четвером остаются ребята из команды Норс. Ты слышишь это? Что из вот это? Я не уверен. Counter-Strike пришел к нам в гости. Counter-Strike. Я его вижу. Он наконец-таки постепенно приходит такой «Хо-хо-хо!» И я пришел к вам немножко поиграть. Потому что, ну, к сожалению, его реально не было. И вот сейчас он начинает появляться. Немножко вот, знаете, как проявочные фотографии. Вот в красной комнате, может быть, у кого-то было в детстве. И она постепенно-постепенно проявляется из пленочки. И тем временем калашечки появляются в руках у Норс. 2-3. Девайсный раунд. И АВП от Югия. Может быть, очень смертельно. Югия, кстати говоря, пока что играет 7-1. Лучше всех. Отлично. На сервере. Действительно, лучше всех на сервере. Правильно, Дмитрий Ди замечает. Армуры есть у команды Норс. И тату-эс на гранаты есть 5 калашей. Югия может сыграть 5 дефюз-китов. Кстати говоря, хирург, то есть это дорого-богато здесь. Югия может сыграть со своим ОВП. Моди. Около ямы пытается зачекать все возможные позиции. Ставит смог на эту самую яму. Все равно остается вблизи около Тетриса. Полуоткрытая позиция у него. И видит МСЛ, МСЛ убивает. Теперь через яму нельзя бежать. Никак нельзя бежать. Как круто он играет сейчас. Моди просто всех переиграл от начала до конца. Проблема в том, что его позиция может в принципе сейчас и не сыграть. Да, Кейджин Би. Я так понимаю, что все-таки то ли услышали Моди, то ли просто ждут спину уже к этому моменту, потому что таймер такой. И стак убивает на дальней станции конфига. И Моди, что он здесь будет делать? Надо застакаться со своими тиммейтами. Точнее, не стакаться, а играть сообща со всех сторон, нападая на своих оппонентов. Я так понимаю, что Моди решает уйти то ли на пэлс. Нет, он чекает спину. Но понимает, что кто-то может выйти с мида обратно на т-спаун. Кейджин Би все еще на яме. Ну и стаку и компания надо открываться. Нереальное количество раскидок есть. Дефускиты есть, надо целым арсеналом сейчас пользоваться. Хаешки полетели туда же. Направляются еще и флешки. Кейджин Би пытается остаться на яме и на тэтрисе. Выдерживает позицию Моди. Взрывает ему голову Эйзи под коврами. Не выживает Валдемар. Останется последним, но ненадолго. Еще один раунд в копилку Хероик. Или нет? Так. Или нет? И сейчас вот она почти взрывается и получается. Очень близко было на самом деле. Действительно очень близко. Четвертый раунд для команды Хероик. Дорогие друзья, так переживаю, что даже появляется нервный кашель здесь. Но все-таки Хероики пока что начинают неплохо. Юги, кстати говоря. По информации, под балконом сквозь ящик прослеживает своего оппонента. Это очень круто и смеется. Настоящий Гутича. По поводу, кстати, вот сейчас спрашивают по поводу клан Фонтана и вообще всей этой ситуации. Насколько я знаю, несколько личностей конкретно Хуч точно написали открытое письмо в целом. А цело ответили вообще-то? Цело ответили, да? Они вообще-то сказали, что в Твиттере они пристально будут смотреть. В смысле, они пристально смотрят за этой ситуацией. Так, подождите секунду. Тут выход от МСЛ на верхний мидл. Неудавшийся заход тем временем на Б-плэнт с апартаментов. Очень быстрое движение. И стак единственный опорник на этой позиции. Кубивай двоих с одним спраймом. Неплохо от него. И Норсы обескровлены. 2 на 4 ситуация. Единственный плюс для них это то, что позиции у Хероик совсем не идеальны. Они все четвером застаканы на маркете. У них нет опорных позиций ни на апартаментах, ни на шарте. Поэтому Норсам надо тупо фокусить одну и ту же точку. Правда, они об этом еще не знают. У Ульдемара интересная позиция. Здесь она может сыграть на минус 2. И в таком случае конфиг, если у него очень хорошо все получится, то можно тоже сделать минус 2. Такой своеобразный кроссфайр. Можно здесь обеспечить командой Норс. Уворачивается Ульдемар. Так, минус 1. Минус 2. Это те самые минус 2. И вот как раз на конфиге последний килл. И конфиг не промахивается и разыгрывает эту разыгровочку от команды Норс. Ну, а это называется, знаешь, конфиг и Ульдемар были лучшими игроками на первой карте. И сейчас именно они остались в ситуации 2 на 4. Ну, и во-вторых, конечно, друзья, я думаю, что для вас это тоже хороший урок. Кстати, тайм-аут просит MSL. Я думаю, для вас это замечательный вообще урок, потому что даже в ситуации 2 на 4 позиции решают. Позиции решают очень сильно именно потому, что Heroic решили не передвигать своих игроков в сторону шорта, например, да, попытаться выйти через мидл. Вот MSL кричит. Хотя он тут не сражался, да, но он дает положительный, так сказать, отзыв о своих тиммейтах. И 4 в 2 ты все равно можешь не взять просто по той причине, что у тебя одна и та же позиция. Даже несмотря на то, что у противника нет моликов, чтобы тебя просто-напросто постоянно отсекать от этой контратаки. Очень классный вот игрыш от Вальдемара вместе с конфигом. Ну и, конечно, стоит только пожалеть Heroic, потому что они только что показывали стрик, но... Но Вальдемар и конфиг. Там сердечки друг к другу шьют. О, лапыши, ты посмотри, как он застеснялся. Это так мило. Выстрелил сердечку там и вову-вову. Это так круто, потому что они, правда, ну, то есть они не только из одной страны, они ясное дело постоянно показывают, что да, бухнем, бухнем, конечно. Конечно. Но после катки сразу нормально. Так, это бровки пошли, по-моему, это уже не фэмили-френдли контент. О, белиссимо, белиссимо. Воздушные поцелуи пошли. Любовь, любовь пошла, на самом деле, сердечки и все остальное. Конечно, очень круто, очень круто, когда есть такое живое и приятное общение. Это хорошо. Опять же, да, они из одной страны, они стопудов очень много тренируются вместе, скримятся и так далее. И наверняка у них хорошие, ну, не то чтобы хорошие отношения, да, они просто коллегиальные и более близкие, чем нежели с другими игроками из других стран. Техническая пауза, дорогие друзья. Некоторое время тому назад на экране появилась у нас информация о том, что это именно она. И сейчас у Королей Севера будут решать некоторые проблемы. Судя по всему, ну, пускай, опять же, пускай решают. Что по игре можно сказать? По игре можно сказать, что Херойки пытаются вообще-то цепляться, да, из последних сил за все возможные раунды и не отпускать буквально ни одного. Но при этом, опять же, стоит заметить, да, что довольно тяжело играть и против Ольдемара, и против Конфига. И дело все в том, что вообще-то все остальные уже довключились у команды Норс, нельзя выделить кого-то, кто прям совсем сильно проседает, играют вообще все. И тут, опять же, да, наступает такой момент, что в таком случае должны играть все и у команды Херойки, если они хотят выиграть этот Демираж и каким-то невероятным образом. Так, еще одного техника прислали, смотри. Да. Один не справляется, прислали второго. Теперь нужно два. Так, сейчас будут решать. В два раза сильнее. Так, понимаешь, что там что-то со звуком, судя вот по этой маленькой коробочке, которую сейчас пытаются, вообще принесли. Да, да, что-то принесли, вот только хотел сказать, что конкретно это могло бы быть. Так, так. Будут разбираться в ближайшее время. Пошла коммуникация. Опять же, кстати, что касается технических проблем, пока за два дня их было супермало, то есть, ну, не считая вот этих вот тем с первым, с первой картой. Пошел, кстати, модный музонщик у нас. Да, и сейчас будет ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту. Во, найс. Самый лучший саундтрек года. Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту. Причем он не выпадает, понимаешь? Он еще с первого сезона не надоел, хотя первый сезон был больше года назад. И вот все это время, ту-ду-ду-ту, нас продолжает уже полтора года хайпа и танцев. Самое великолепное видео на ютубе, которое вы можете найти, дорогие друзья, это, по-моему, 12 часов записей замечательной музыки ту-ду-ту-ту-ту-ту. Серьезно, есть такая? Серьезно, да? Серьезно, да? Я по-твоему, 38, то есть там, возможно, есть 38 с половиной, но если ты ошибаешься на полсекунды, это по-твоему. Ты знаешь, я пытался, я пытался, но потом за мной заехали все возможные машины, которые есть и социальные службы в Петербурге. Есть время рассказать по той самой ситуации, которая в чате залетела, немножко не по Елиге, но, опять же, по поводу фонтанирующего клана, дорогие друзья, по поводу читеров, по поводу вот этого всего, там и в Алхаке, и все что угодно можно заметить. Ну, там а им больше, да, в какой-то мере. И флешки не слепят, да, там и так далее. И в Твиттере, опять же, SEO-организация ответила, что мы прям копаем вот в эту ситуацию, и если что-то не так, виновные будут наказаны. Надеемся, что вообще-то будут. Мы просто верим ли мы в SEO, да, то есть в SEO, точнее, 3, если верите, 4, если не верите. Лично я с этими людьми работал напрямую, когда занимался их двумя ланами MLG, когда я работал с MLG тоже. И парни там, я бы сказал, немножко своеобразные, но это все такое, да, это уже из дома ссоры. Кроме этого, вполне возможно, там люди уже поменялись, есть там хорошие люди, но вот в вопросе ланов, то есть сама по себе организация была очень-очень слабая. То есть был день, например, когда у нас 3 было, 3 проходило 15 часов, чтобы вы понимали, я сидел в эфире в соревновую, и это было вообще очень-очень классно, потому что у нас вот, типа, карта закончилась, они меняют игроков в час, потом пауза еще какая-то техническая, еще на час, ну и так далее. То есть вот именно с точки зрения техники было все не так круто. Возможно, что конкретно этими минорами занимаются другие люди, и мы увидим от них довольно быстрое решение, но большинство в чате считает, что ничего с ними не будет, и парни просто придут на уже ланы. Это не очень хорошо. Я закончу эту тему, и поехали дальше. Восьмой раунд, первая половина, пытается Истак затопить здесь сквозь мог на Б-апартаменты. В то же самое время Нурсы не теряют вообще ХП, на самом деле, в тех позициях. Стакуются около Б, банки полетели, но что, и забег еще из зигзага, МСЛ подходит довольно вкусненько, кстати, здесь может получиться, но Ника сзади топят по МСЛ, попадает Истак. Ой, какой сейчас урожай-то соберут, это первый зачик. Нет, это не первый зачик. Никакого урожая до него, просто помидоры не взошли, тем временем Снэпи. Неплохо расстражается против Конфига, тем временем Кэйджин Би вместе с Эйзи. Должна найти свои фраги, 2 на 3 ситуация, Эйзи достаточно сильно просеял. Кэйджин Би готовит свою снайперскую винтовку для дела, заряжает ее по полной, уже смазал. Эйзи минус Ника в этой совершенно неудачной для Ника ситуации. Снэпи падает в следующем у моде MP9 или MP7. MP7, да ведь это... MP7, MP9 с выдвижным прикладом. А тут, кстати, черепа у него в руке. Скаллс, MP7. Выход, хороший хэдшот против Кэйджин Би. И бомба, бомба не под контролем, мой Эйзи. Смотри, отморозится сейчас максимально просто. Да, 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 да. И еще Эйзи, да, должен немножко постоять здесь. Моди пока пытается найти своего оппонента. Он на Б. А Моди думает, а пойду-ка я зачекну аплент через коннектор. А вдруг там есть оппонент. Но он выходит. И здесь, пожалуйста, вот звук сверчков в вашем воображении прямо сейчас. А Эйзи ставит бомбу на Б. Все очень просто. Моди, правда, правильно все сделал. Пошел чекать другой аплент. Прекрасно понимал то, что есть шанс, что противник... Кстати, когда он убивал Кэйджин Би, он должен был понять то, что бомба вылетела. Но я так понимаю, что он этого момента не проследил. Так что теперь у Моди... Есть время, кстати, у него эти фускиты имеются. Пошел дальше. Не нашел, кстати, никаких эмок. Пошел сражаться с Эмпо Севеном. Эйзи совершенно не ожидалого с Китчена. Отличная работа от Моди в окончании этого раунда. Но дали попотеть нам. Потому как все-таки Норсы в ситуации 2 на 3 смогли выбить двух игроков. И в конце концов только Моди спас ситуацию. Ну и Снеппинг. Шикарный вообще контроль выхода с апартаментов. Опять же, угадывали. Даже не угадывали, а уже прекрасно понимали. И Херойке поставили трех опорников на Б-Пленте. И таким образом Норсы пришли в засаду. И в конце концов не справились с этой ситуацией. Ну и Снеппинг нам показывает. 70 убийств. 6 смертей. Да. А у Юги, например, вот 10-3. Юги тащат. И все еще лучший фраг статер на севере. Эйзи его поджимает со стороны Коммеды Норсы, например. Потому что у него девяточка. Но пока не сравняться, не догнать не может. Даблпуш на мидл. Срочный. МСЛ. Приемка от него. Флешка под себя. И 2 кила сверху. Изи катка. Изи лайф. Для Норс. Простые герои оказались полностью уничтожены всего одной флешкой. Друзья, вот так вот бывает. Как важно откинуть хорошую флешу в самом начале раунда. При выходе на верхний мидл. Хаешечка влетает в конфиг. Неприятно. 32 хп у него остается. Он кинет смочок на винду. Еще наверняка... А нет, больше раскидок, кстати, у Норс нет вообще. То есть один смог. И он был использован. На флешка от Agent B. Флешка осталась, да. Здесь у Кажумба. Может быть, как-то сработает. Ну что? Вопрос к Моди. Слева, бро. Слева. Нет, справляется. Так. Довольно-таки неплохо. Моди отходит на задние позиции. Может закрепиться на планете. Но дело в том, что Истак остается под B. И у него лишь Юемпиха. А Юемпиха это не то, чтобы совсем, наверное, тот девайс, которым он хотел бы работать. Хотя он уже убивает Эйзи. И здесь к нему залетает куча противников. Но он все еще живет. Очень долго жил вообще в своей ситуации. МСЛ. Минус один. Сейчас минус два. Минус два, дорогие друзья. В итоге минус три от МСЛ. С двустью хп. МСЛчик выживает. Неблагой раунд от атаки. Особенно, конечно, момент с МСЛ и Конфигом, которые сейчас полностью отработали ранний пуш от Heroic. И сейчас, я думаю, что мы не увидим больше от команды защиты каких-либо пушей, каких-либо ранних выходов, поджимов и так далее. Потому что сейчас они на них очень сильно обожглись. И, конечно, боже мой, МСЛ. Какие же красивые три килла от него. Ну и главное, что сохранил АВП для Cajun B. В последнее время, правда, Cajun B не удивляет. Но, опять же, ничего страшного. Его все еще считают очень важной частью команды. Кстати, что по поводу XMS. Когда ты говорил по поводу того, что его могут кикнуть. Я бы сказал, что самой главной причиной, которую мы можем предполагать, что XMS могут поменять, в том, что все остальные игроки вместе уже очень долгое время. У них там взаимоотношения, дружба, не дружба. Но, как минимум, они друг друга знают. Они друг друга уверены. Какая-то синергия. А XMS — это человек, который пришел от Existence, из LDLC, как вы знаете. И он, по факту, самый новый на сцене для всех игроков из Envias. И я полагаю, что именно, да, его... Ну, мало того, что он сейчас на лане показал. Наверное, одну из самых худших своих игр на первой карте. Так еще и дальше, в принципе. Ну, непонятно, что с ним будет происходить. Конечно, будут отталкиваться от результативности, но пока что она не самая высокая. И тут уже с точки зрения именно дружбальничков и всего остального тоже можно не заехать. Эйзи убивает модя. Минус снэпи. Легко и просто. Ну, правда, Эйзи остался четырьмя хп, но, в общем и целом, вы сами прекрасно понимаете, что выпад от Heroic снова не удался. В этот раз этот выпад был не по миду, а по апартаментам, точнее, по Пелосу. Но ранний пуш от Heroic не действует вообще. Пока не работает, действительно, Юги и Стак остаются вдвоем. У них не те девайсы, строго говоря, для того, чтобы пытаться пушить дальше. И Стак наказывают за абсолютно ту же самую штуку. Юги остается последней. Берет себе флешку в итоге, судя по всему, которая лежала на полу. Это сейф раунда. Тут нечего делать. Это чейн-сейф девайса. Вторую флешку. Смотри, Юги... Юги собиратель флешек. Да, ходит по коврам флешки, собирает. Нормальная тема. Довольно забавно. Юги 10-4, как мы вот видим. Форстили Heroic в этом раунде. И это еще больше убивает их экономику. 1900 они получат, дорогие друзья. В принципе, вот этот ресет очень неприятный. На девятом раунде они получили. Да вообще денег нет. Да вообще нет денег. Смотри, да, 1900, 1950 у Истага. Опять же, там тоже 1950 у Снэпи. 200 у Ника. Да. Юги, конечно, побольше. Not good. Not good. Да тут и not get. Yes, естественно. Вопрос в другом. Что, окей, в следующий раунд они тоже отдают 6-5. Что они будут делать на девайсах? Потому что пушить не получается. Надо играть от дефолтов. Надо играть от глубины. Возможно, попробовать подпушить уже на середине раунда. Под какую-то флешку по адркаде. Ну и, конечно, максимально использовать зонирующие гранатки для того, чтобы не дать противнику выйти на ранних таймингах. Потому что пока Норсы разгуливаются на этом мираже. Да, конечно. Мы видим, что Норсы немножко в начале отдали Херойкам несколько раундов. Ну вот так, чисто буст, понимаешь. Чупочку. С ними скучно будет играть, если они сейчас сразу же умрут. Давайте мы попробуем дать им хоть немножко уверенности и шанса. Потому что тогда уже хоть какое-то шоу появится. Иначе, да ну его нафиг. Тут слишком будет скучно в первом 1-4 финале. Но это, конечно, все лирика. На самом-то деле, конечно, дачане слева с легкостью просто заберут. И эту карту, если захотят, вопрос в другом. Херойкам нужно что-то придумать на контр-инициацию. Но пока что это просто мясокомбинат тотальный. Разруливают и Снэпи, и Моди, и Ника. Юйки тоже погибают. Это пистолеты. Это пистолеты. Тут пистолеты, да. Тут уж особо ничего не добавить. В следующий раунд будем смотреть. Надо будет Херойкам уже показывать зубы. Оскал и Характер. Покажи мне Оскал. Покажи мне Характер. О, да. Казалось бы, да. Вот сидим-сидим, ждем от Херойков Характера. Они только что убивали СК, а там под ноль. Да, кстати. Вот, и приехали на И-лигу. Вроде как прошла всего лишь даже, сколько там, недели-полторы-две. И все равно Херойк нету. Просто-напросто их вынесло. Смок на старт, и Юги выходит, и в этот смок не сможет никого простолеть. Юги очень недоволен, на самом деле, скорее всего, этим положением вещей. Возможно, там пару выстрелов сделал. Ну, к сожалению, сейчас не слышу, да, но, наверное, и сделал. Ну, выходит зато Ника. Может быть, какие-то варианты есть? Господи, конфлик здесь просто аплент, походу, в Солянова сейчас вскроет. Но Моди в напорнике, боже мой, что с ним вообще делают Юги? Минус точно такой же, и стак вместе с Ника остается вдвоем полностью. Все аплент на апленте погибли у Херой. И теперь Норсы с легкостью ставят бомбу. Ника не может работать. Надо сейвить, бро. Никуда не иди. Ника, пожалуйста, никуда. А вот теперь и стак хорошо. Ладно, вырубил конфига. Там тот переагрессировал немножко, залез прямо на тикетбокс. И шансы сохраняются. Теперь уже после того конфиг решил таким образом законтролить КТ-спаун. И стак. Перезаряжается, выходит на Валдер. Валдер падает. Все-таки, ну, и вот времени. Нет дифускитов. Есть дифускиты? Надо поднять. Надо поднять. Может быть, они все-таки существуют? Нет, Ника поднимает сло. На яме. Ты видишь, что на яме есть? А на яме есть дифускиты. Но на яме далеко бежать. И в итоге остается один из стак. Просто нет вариантов. Кейджин Би просто охранитель кусачек, понимаешь? Главный охранитель кусачек в этом мире. В итоге Айзи попадает в первый радиус бомбы, взрывается. А вот второй игрок команды Норс выжившей не попадает. Ну, крутой выход от Валды. Вообще ничего не скажу. Даблкил от него. Юги был ослеплен. Опять же, флешбэнги. Все вскрыли просто. Это флешгэнгбэнг на А-планете, друзья. 7-5. И что самое главное для героек, они не смогли засейвить два девайса. Засейвили только один. И стак будет играть с этой ямочкой. Плюс раскидки. Моди взял себе Цезаху с армором. Остальные все играют без бронежилетов. Возможный восьмой для команды Норс здесь. Потому что все-таки против таких себе девайсов. Юги на центре не сможет никого найти, потому что и Смок в окно залетает. Да, он пытается здесь попростреливать. МСЛ получает по хп. Кейджин Би уже вскрывает Моди. И стак. Так, хорошо, можно сработать. Это минус один. Но МСЛ на размене работает моментально. В итоге лишь только Айзи теряет. Ника понимает, где находится... Приблизительно понимал, да, где находится оппонент. Но не палит свою позицию. И в итоге умирает. В любом случае здесь. Напоминает нам, что мы должны с тобой обсудить по поводу девяти карт. Между половинами тем временем снэпи. На ЗЗшке. Было близко. Было близко. Оставил МСЛ 9 хп. Юги совершенно не считает своего оппонента в спине. И это еще один раунд. Первая половина. Первая половина за командой Норс. Уже точно. Уже точно, да, действительно. И можно попробовать задоминировать, например, какой-нибудь девятый. Хотя они будут бороться против девайсов. Да, они просто доминируют. В принципе, здесь видно все по рисунку игры. Они выходят со всех сторон. Отлично откидывают все, что у них есть. И у героек, даже несмотря на присутствие моутовых, смаков, АВП, ничего нет против этого. Ни по стрельпе не заезжает, ни по каким-то классным... Например, вот Моди очень хорошо занимается тем, что внедряется в смаке. То же самое, в принципе, у них каждый может сделать. И стак тоже такими. Выстрел мне, точно. И от кейдж. Еще один выстрел, второй. Еще дали. Дали уйти Юги здесь, на этой позиции. Или кто там? Ника. Ника дали уйти. А где Юги? Его снайперская винтовка. Я не понимаю. А на Б пленте? Вот это может быть ошибкой. Потому что Норсы пока что на Б последние раунды 3 или 4 не ходили. Хотя, с другой стороны, можно предположить, что они сюда пойдут. Конфликт. Ну, зажим с трех сторон, а плента, потому что коннектор, потому что яма и ковры, вообще может получиться все довольно приятно. Главное стака зонировать на шарте, иначе может быть больно. Желательно бы, да. Он может сделать выпад и похоронить весь этот коннектор. Но и стак находится вне позиции сейчас. И с учетом забега команды Норс, он... Ника из-за смака сыграет. Да, сыграет из-за смака под флешку. Он умрет. Боже, как же неудачно у него здесь все получилось. Эйзи, кроме этого, вырубает Моди и стак остается с 50 хп. Наш Артений смог подключиться к этой контратаке от Моди и Ника. И таким образом, херойки в очередной раз теряют аплент. И стак выходит на винду. Дает хороший фраг по MSL. Снэйпи пытается прокрасться по тикетбоксу. Видит голову Конфига. Ну, где же стрельба? Ее просто нету. Он дефокусирован полностью. Его размонцовывает. Заказывается, Конфиг находит свою смерть. Юги! Шикарный контратный выпас на Валде. И надо добивать Эйзи. Эйзи пытается стрелять, но не все получается. Эйзи заканчивается. И это таки шестой для херой. Как же сложно было ему его взять. Боже мой, насколько же тяжело. Стак молодец, конечно, сделал здесь максимум 2 кило от него. Шарты очень-очень были важны. Норсы немножко неаккуратно сыграли здесь. Но это в принципе нормально. И собирают то, что они тотально доминировали. Они ожидали просто-напросто, что они дожмут херойков. И что играть в формате типа давайте уйдем на Яму или Пэлос там вместе. И попробуем сыграть суперпассивно на защиту бомбы. Он для них уже, наверное, не стоял этот вопрос. Просто решили по стрельбе сыграть. По стрельбе не получилось. Херойки все-таки оказались сильнее в этом моменте. 8-6. Возможный 8-7. Норсы готовят дефолтную раскидку Аплента. От позиции Кэйджумпи откидывается обычно Джангл. Но теперь он просто решает ничего не откидывать. Просмотреть яму. Возможные поджимы от героя. Кэйзи тем временем достает Молик. Нужно двигаться вперед. От ХЕшки выворачиваются на яме террористы здесь. Опять же Молотов, правда, залетает. Моди начинает топить. То, о чем я говорил. Это то, что он умеет делать хорошо. Внедряться в смоки. И очень-очень внезапно для Эйзи оказывается у него в спине. Хотя Эйзи все-таки развернулся и пытался там встретить оппонента. Но не получилось. Так, МСЛ. Рвается на плент. Моди зонирован теперь. Ну и в итоге сгорает от конфига. Боль. Снэпи через головы. Как же важно здесь было Моди жить. Это еще один угол, на который можно было бы дофокусировать противника. Но Моди не жил. Моди пошел агрессировать. И стак тем временем взорвает одного. Валдемар вместе с МСЛ принимают Снэпи. Между двух лавок находятся два игрока атаки. Их просто не убивает МСЛ. Даблкил от него. Триплкил от него до того, как он погибает. Ник остается один против двух. А ВП от Хэйджин Би мажет. Не их дают шансы. Юзбик. И просто уже берет пистолет в руки. Просто дожимать его. Нет, не получается. Ничего. Ничего не получается. Хэйджин Би второй раз просто не промахивается. Хотя опять же он давал шансы. Давал шансы слишком жесткие. Боже мой. Какая концовка от этих двух команд. Просто невероятная первая половина. С очень классными хайлайтами. То, о чем говорил Карриган. Не все так очевидно. Достаточно близкая первая половина. Но все-таки сила, сила Норсов. Она видна. Очень хороший наигранный А-плэнд. Очень хороший наигранный А-плэнд. И пару-тройку нормальных Б тоже у нас было. Херойки старались. Но местами очень много переживают. Это видно. По стрельбе, например, не залетает. Иногда просто совершенно. Прицел летит куда-то совершенно не туда. Вещи хорошие от Моди. Стоит заметить. Это очень агрессивно. Это очень рискованно. Но когда получается, это просто мамма мея. Ну, Моди там тоже должен был оставаться на апартаментах жить. Он получил молик. Просто сиди, жди. Надо было оставаться. Просто дожидаться, когда твои тиммейты придут с коннектора. Там с джанглой попытаются выбивать. То есть надо играть вместе с ними. Потому что иначе это просто минус угол, который должны смотреть твои оппоненты. И снова, в предыдущем раунде была такая же ситуация, как, например, 2 на 4 на маркете. Когда мы помним на оба-опоненте конфиг вместе с Волдомаром остались. Убивали четверых. Потому что одна и та же позиция. Тебе очень сложно выходить с одного и того же места. И вы вчетвером просто деактивируете сами себя. Потому что вы стреляете друг к другу в спину. Или просто-напросто не можете найти правильные углы и так далее. Так вот, что касается самих по себе макроигры от героек. Были поджимы. Три штуки. Все эти поджимы ни о чем. С точки зрения результативности. Я не говорю то, что они поступали неправильно. Это хорошо, когда ты пытаешься разнообразить свою игру в дефенсе. Но они не работают. По поводу поджимов. Еще иногда они не могли переключиться после поджимов. Если что-то не получалось. В смысле? Ну, я имею в виду, их просто убивали. Там и три в пять ситуации, допустим. Да, и просто добивали всех остальных в таком случае. То есть те выжившие, они просто не могли заново начать какую-то новую стратегию. Ее просто не было. То есть они просто умирали. Второй момент. То, что при выходе противника они не могли принять решение волевое. Будет ли это все-таки именно отход обратно на позиции. Или тейк пять в пять, например. Или там четыре в четыре. А именно отдельно действовали. То есть были игроки, которые не могли прийти на помощь вовремя. И те, что оставались на планете, пытались играть агрессивно. И порою они пытались играть вместе с точки зрения типа там вот Ника, например, стоит. Получает от себя смог. Говорит, у меня смог. Киньте под меня флешку. Пока он получает эту флешку, он теряет тайминг напрочь. Хотя он пытается сыграть под свою команду, под своего тиммейта, который играет на него на флешку, на саппорта. Он пытается под это выйти, у него уже не стакаются тайминги. И вот этого не хватает. Когда начинается хаос, волевого принятия решений, что парни, оттягиваемся, играем на опорных, не пытаемся агрессировать, пытаемся выжить, чтобы потом сделать ретейк полноценно все вместе. Или наоборот, тогда давайте уже все вместе атаковать. И вот эта вот совместная атака, она довольно часто просто не случалась. Потому что тиммейты не успевали прийти на важные позиции. И получается, что они one by one отдаются. Не получается перехватить инициативу, которую так сильно хотят героик. Они пытались играть на прямки. Им за это нужно сказать большое спасибо. Потому что они понимают, чем их сила. Они понимают, что сила их в стрельбе. Значает то, что надо забирать инициативу полностью на себя, идти на прямки в лицо противнику и стреляться с ним. Потому что позиционно, тактически, стратегически обычно Норс переигрывает своего оппонента. И так они и сделали, в принципе, и на гираже. Ну, может быть, сейчас у них получится по поводу инициативы. Потому что все-таки ребята из команды героик будут сейчас продолжать эту карту. Но уже за атаку 5 кивларов у команды Норс дефолт на юспе. Есть граната у команды героик. Соответственно, арморы, очевидно, не у всех. Конфиг взрывает из тага. Ника на размене по конфигу. Под б-плент. Может быть, Юги еще здесь аккуратненько прочекает. А может быть, задерживается, потому что хотелось бы посмотреть, а что на А. А А пытаются подвскрыть ребята из команды героик. Но резко-быстро бросают эту затею и начинают играть в ниндзь, которые прячутся в джунглях. Я уже говорил, что героики должны вытащить хотя бы один пистолетный раунд. Пожалуйста, сделайте это сейчас. Потому что тогда все мои позитивные эмоции по отношению к пистолетным раундам от героик, они уйдут в никуда. Потому что не брали еще ни одного на протяжении этих двух карт. Хотя были достаточно близки и в предыдущий. Кейджин Би смотрит апы в дальних дистанциях. Ждет своего оппонента МСЛ тем временем в Ниндже. И Снэпи вместе с своими тиммейтами заезжает постепенно все глубже и глубже. Эйзи, хороший хэдшот на юге. МСЛ отработанный полностью пистолет. И Кейджин Би дает 2 килла в этом моменте. Хероик полностью уничтожены. Без вариантов, без шансов. 10-6. Жестко. Что-то слишком жестко здесь. У хероиков и так-то проблемы. Они еще проигрывают второй пистолетный раунд. Соответственно, опять же, дорогие друзья, напомним, что серия БУ-3. И могут хероики в итоге, по итогам на этом-то мираже, отлететь. Какой же кроссфайр? Великолепный. Из-под ниндзи. Из-под джангла. Это просто невероятно трудно было вскрыть. Но в итоге у хероиков не получилось. Десятый раунд для команды Норс. Чисто теоретически могут даже, практически, да, на 12-й выходить для себя. Очень приятно все. Миддл, хай-миддл занимают ребята из команды Хероик. Нет никакого контрнаступления от команды Норс. Ребята просто постоят, подумают, сыграют под информацию от своего оппонента. И, может быть, кто-то по индивидуалочке чуть попозже что-нибудь интересное придумает. Например, господин Конфик вот в жбан получает. Но жбан у него твердый, поэтому все хорошо. Надо идти дальше просто на плане сейчас зажимать с двух сторон. Хероики прекрасно понимают весь план и всю идею игры на Мираже. МСЛ вместе с Эйзи дают два первых килла на опорных позициях. Как же Эйзи сбривает? Боже мой, триплкил. Вообще никаких проблем не составляет Хероики в этой атаке на форсбайе. И это, конечно, первый звоночек, друзья. Что вполне возможно. Атака будет полностью прочтена со стороны Норсов. Они прекрасно осознают, что делает противник пока что. Но надо дождаться первого девайсного, и тогда уже можно будет судить. Дождемся первого девайсного раунда, действительно. Но Хероикам надо реально что-то делать. То есть тут очень сложно. Эту пистолетку они обязаны были, пожалуй, выигрывать. Денег нет у команды Хероик. Было бы просто неплохо, да? То есть это и воодушевило бы их одновременно с этим, дало бы хороший счет. И счет поближе был бы. И уничтожение экономики Норсов. Ника, Ника вместе с Юги. Два килла с пистолетом. Это то, о чем я говорил. Пистолеты реально сильная сторона Хероик. Но здесь флешка летит. Эйзи под нее заходит. Хорошие хэдшоты от МСЛ вместе с Эйзи. Залетают. Тотальная аннигиляция. И имеется кабинет на хайлграунде. На миде. Ну, в смысле, на верхнем миде. Прошу прощения. Это все Дота что-то залетела сегодня. Дота залетела. Сейчас, сейчас... О, боже, тут Дотер опять на стриме ХС. Что он тут делает? Два года уже сидит. Уберите его. Уже наконец. Вторые арморы. Пять колоссий. Сейчас курьеров будет запускать. Ой, да тут уж не надо курьеров запускать. Тут бы игру для команды Хероик. Раунда запустить. Пожалуйста, несколько штук. Мне под кожу, мне под кожу. Мне запустить. Дельфина встаю. Ой, хорошо заходит. 12-6, дорогие друзья. Хероикам надо возвращаться. Желательно, чем быстрее, тем лучше. И стак. Раскидки на Аплент. Ну давайте, ребята. Ну вот, ну троечку, да, для себя надо взять. Какой-нибудь с триком. А там уже, там уже посмотрим. На головы самочок готовый. И стак тоже. Смог полетел. Ну что, вот, значит, на джангл. Вот и на головы. А вот и на Дельпан. И вроде как бы и все прикольно. А там еще и Хай, кстати говоря, на нем и прилетела. Ну, в общем, не так больно. Конфиг ванвейсмог для него. Пытается затопить. Не угадывает по викторию движения и стага. Может еще, наверное, куда-нибудь затопить. Хотя МСЛ просто в смог вскрывает оппонента. Изи делает еще то же самое со снэпи. Бомба, правда, поставлена. МСЛ еще один ванвейсмог. Какая же жесть просто творится сейчас. Опа. Ника, неплохая. О, минус Юги. До свидания. Ника остался один. Его сейчас просто отмолотают. Да тут уже... О, какой болит. На крыше. Интересный ник в итоге второй лайт конфига в то же самое время. Все, смок даже. Сейчас. О, на бомбу. Нормально. Есть смок, правда. Есть смок, надо кидать. Смок на бомбу. Кинуть смок на бомбу. А что там? Во, вот кинули. Вот так. Затушили. Все хорошо. И топилите! Нет, нет, не топилите. Не топилите. Вот, о чем я говорил. Помните, когда я говорил о том, что герои никак не могут решить, принять ли из-за смоков, соответственно, и уже на прямке действовать. Или все-таки уйти и действовать 5 на 5. Вот сейчас Норсы сделали все очень просто. Отдали план, говорят, пацаны, идите ставьте. Никаких проблем. Сейчас смоки закончатся, мы просто вас выбьем. Вот никаких посерь от Норсов при заходе противника на Аплент. Это очень-очень грамотно, потому что вы просто берете, оттягиваетесь на опорные позиции, захраняете себе жизнь и боретесь до конца. Тут еще такой момент, что местами смоки вообще-то сыграли под команду Норс. Это да. Да, тут что-то как бы one way там, one way здесь, в итоге минус 3 у команды герои. И, короче говоря, какие-то проблемы везде. Ну что, АВП. Мука Джунба, 4мки, опять же, для команды Норс. Вообще фуллбай, все хорошо, все классно, замечательно. Опять 5 калашей у команды Хероик. Будут пытаться вскрывать Аплент. Опять от ретейка будут играть команда Норс. Молик полетел на Жангл. В то же самое время флэшируют как раз команду Хероик. И вот здесь их можно подпринимать, по крайней мере, подпробовать. Пытаются это сделать аккуратно, да, при этом пытаются вскрывать Норс. Не потеряв никого из своих, или, по крайней мере, минимальное количество живой силы. Видели плечико МСЛ, и МСЛ все-таки умирает. С учетом того, что Истага ослепленный, не имеет никакого значения, убивает своего оппонента Снепи. Вскрывает Кажунба. Очень крутая позиция у Валды. Он находится на яме сейчас и может выйти в момент, когда его никто не ждет. Хотя, скорее всего, Ника должен чекать. Да, Ника чекает, убивает Валды. А Айзи тем временем убивает Истага в ответ. 2 на 4 ситуации надо сейвить. Девайсы не вариант. Да, все правильно делает Айзи с конфигом. Вот, опять же, да, тоже такой же момент. Сколько раз мы видели у Херойков ситуацию 2 в 4, в которой кто-то все равно умирал. Когда надо было сейвить два девайса, например. Все равно шли где-то на прямки, пытались что-то повыбивать, вот это вот все. И здесь у Норсов идеальная дисциплина. Идеальная самодисциплина, идеальная дисциплина внутри команды, когда МСЛ говорит, уходите. Они дергают ноги. Все нормально, все в порядке. Это при том, что экономик, это все еще у Норс есть. Хотя, посмотрите, 2 400 у Кейджин Би, 2 800 у Валды, 2 900 у МСЛ. Это может быть опасно. Хотя, конечно, раскидают. На самом деле раскидают. В этом раунде все будет ок. Да, да, да. В следующем еще уже нет. Да, в следующем могут начаться проблемы. Таймаут тактически от команды Норс. Норсы пообщаются. А у нас есть с тобой буквально совсем чуть-чуть времени. Ты по поводу девяти карт. Да, и по поводу девяти карт. Быстренько, ну. Ну смотри, мне не нравится позиция по поводу девяти карт. Мне кажется, что девять карт, если честно, слишком много. А так-то, к слову, наверное, будут убирать Cobblestone на следующую переделку, судя по всему. Почему не нравится девять карт? Потому что, опять же, наверное, слишком просядет качество Counter-Strike, мне кажется, в общем и целом у команд в таком случае. Я бы сказал, что я понимаю, почему комьюнити хотела бы девять карт, потому что они считают, что станет разнообразнее Counter-Strike. Но на самом деле разнообразнее он не станет. И типа, что на всех картах уже сделали все стратегии, типа ничего нового не придумаешь, но на самом деле это тоже неправда. Но мы вернемся к этому моменту попозже. Просто-напросто отправимся на девайсный раунд, который пропускать за какими-то лирическими наступлениями просто не имеет никакого смысла. И мы смотрим за тем, как Норсы укрепляются на Апланте втроем. Умеется MSL на верхних коврах, на Дельпене Cajun B и на коннекторе AZ пока что сканирует ситуацию. Ну, классический раунд с раскидками и зажимом с коннектора от Heroic. Но они пока что халдят постепенно, да? И вот, возможно, ковры... Так, интересная вещь вообще-то от Моди. Пытается подвскрыть эти ковры. Его, правда, флешками закидывают. Cajun B не промакивается. И второго еще. Нет, Моди убивает Cajun B. MSL находится на ниндзе. А у MSL есть лифа? Так, это интересный очень вопрос, MSL. Молик надо туда кинуть, нужно туда кинуть. Молик! Никто не кинулся в MSL! Здесь вот, что открылся MSL! Как же шикарно отыграли сейчас Норса в этом микромоменте. Но это не помогает. Ну, хотя бы, в самом случае, статся 2 на 2. Все неплохо. Молик от Юги можно откинуть в коннектор. Или в Дельпен. В зависимости от того, где он, думает, находится противник. Все еще халдит этот Молик. Есть флешка. Моди, кстати... Вот мне не очень понятно, почему Моди так далеко сидит. Правда, ну, ладно, в ниндже. Один Молотов, кстати, от Валды может эту нинджу полностью переконтрить. И начинается... Вот он. Вот он, Молотов против Моди. На нинджу он выходит и умирает, скорее всего, там же в ситуации, где Юги находился. Да, его просто убивают. Отвразительная позиционка от героек в этом раунде с точки зрения именно защиты бомбы. Потому что надо было уходить либо на яму, либо на пайлотс. Я понимаю, что они боялись, что противник достаточно близко и сможет не дать им ничего подобного сделать. Но согласитесь, это ситуация, где вы сидите за ящиками. Еще один игрок на ниндже, и вы молитесь, чтобы у противника не было Молотова. Это совсем не то. Плюс Юги, конечно, почему-то решил вообще ничего не откидывать в ответ, хотя у него была и флешка, и Молик. Да. В итоге Норсы берут еще один раунд для себя. Счет становится совершенно критическим. По лицам героек, вообще-то, это заметно. 14-7, если мы уже перейдем совсем к цифрам. АВП. Юги без армора. Галил у Истага, Юмпишка у Снепи. Дабл калаши, Моди. Нико. Какие-то раскидки есть. В принципе, все не так плохо. Изи тащит команду. 24 на 11 играет. Юги попытался здесь сыграть, попростреливать через апартаменты. Опять же, да, на позицию Фаргуона, например. По позициям контртеррористов. Но дело в том, что, во-первых, не попадает. Во-вторых, палит еще позиция АВП. Поэтому, если бы оставаться на месте, да, либо как-то меняться. С учетом того, что, скорее всего, будут знать. Ой-ой-ой. Валдемар. Минус ножка. Минус балетка. Отлетает от Юги. Опять же, АВП Юги пока что не смотрится настолько невероятно круто. Да, порою оно выстреливает. Но именно каких-то хайлайтов нам, к сожалению, Юги не подарил. Кстати, англоязычные кастеры, если не ошибаюсь, некоторые называют его Джуги. Вот. Но Джуги звучит пока что, ну, своеобразно. Да, может быть, мы все придем рано или поздно к этому. Очень своеобразно. Эй, Джуги, Джуги. Эй, Джуги, Джуги. Джага, Джага. Ну, так вот, у нас тут три человека на А пленте, и надо выходить. Херойки штурмуют очередной раз этот плент. При этом бомба уносится с ямы вообще в сторону Т. Спау на моде открывает этот плент по-жесткому. Эйзи не исправляет с своим оппонентом. И стак пытается выйти с Пеллса Юги. Тем временем минусует конфига. И путь на Б плент полностью расчистен. Самое важное, да, что забайтили. Забайтили все-таки Вальдемара. Очень хорошо. Но Каджунб не пропускает Жуги. И дело в том, что Б плент, но Каджунб еще делает килл паника. Хватит, прекрати. Ну, пожалуйста, дай им раунд. Я умоляю тебя. Ну, нужна интрига. Тут парень из Питера приехал, чтобы покомментить КС. Ну, пожалуйста, ну да, это ему еще раунд. А потом опять в Сапсане трястись. Да, опять трястись в Сапсане больше, чем КС комментировал. Ну, вы серьезно, что ли? И стак. Камон, заезжает на шарту. Здесь два человека. Каджунб не прощает. Трипл килл. Unreal вообще. Это пятнадцатый. Вальдемар еще дабл забирает здесь. Ну, а что сказать, а что добавить? Камода Норрес выигрывает свой пик. А вообще-то выигрывает до этого и чужой пик. Просто жесть. Тут нет вообще никакого выхода. Кейджунб из дефолтной позиции на маркете. Не, ну это-то понятно. Но тут наразменит. Ну тут красиво. И стак успел убить Валда. Все, сделал. Пятнадцать семь, друзья. Всего лишь в одном раунде. Находятся Норсы от победы на этого Бо-3. Тонешь, тонешь. Не потонешь. Но героик скоро потонет. На потона, точнее. Очень скоро. Хероические просто отлетят у нас. Без такого-либо геройства, друзья. Снэйки. Ой, как же так-то. И вот это ты через смок просто. И конфликсами мои топоненты. МСЛ еще. Эйзи, точнее, вскрывает Нига. Потому что они здесь двоим. Сейчас эти еще отъедут. Просто флешки, не флешки. МСЛ абсолютно все равно. Эйзи абсолютно все равно. Всем давай просто гори, дорогой друг. До свидания. Просто до свидания. Такой легчайший сейчас последний раунд. Ну и Норс. Для команды Норс. Что?